Парни Вы понимаете, что сегодня мы должны непременно победить? А мне предлагали огромные деньги, чтобы мы проиграли финал. Но я сказал нет. Я сказал, все, хватит. Хватит двух предыдущих финалов. Деньги у меня есть. Теперь я хочу побед. Поэтому сегодня мы должны выступить так, чтобы Зураб Церетели сказал, вот это размах. Чтоб Билл Гейтс кусал себе локти со словами, почему это придумал не я. Чтоб Максим Галкин подавился словом самодеятельность. Да у нас должно быть такое приветствие, чтоб потом вместо нашей музыкалки первый канал показал уже Лебединое озеро. Вот как надо выступать. А цветы, цветы отдайте жюри, чтобы было что бросить нам в конце выступления. Сань, ты, по-моему, чуть перебрал сейчас. Перебрал? А что? Мне можно? У нас сегодня последняя игра. Давай, Соколики, отожжай! О, эго! 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 Ну что ж, и по традиции начнем с мега актуала. Мало кто знает, но программа «Человек и закон» сняла два сюжета про наших футболистов. На случай поражения и на случай победы. К сожалению, мы с вами увидели тот сюжет, который увидели. Но мы раздобыли вторую кассету. Добрый вечер, «Человек и закон» в эфире. Ну что ж, еще раз хочу поздравить всех россиян с этой замечательной победой нашей сборной. Конечно, все мы верили в ребят. Но оказывается, сами футболисты были настолько уверены в успехе, что начали отмечать победу еще за день до игры. Да, может это и не профессионализм. Но кто? Скажите, кто сейчас посмеет бросить в ребят камень? Однако, такие свиньи нашлись. Вот что говорит некий официант из бара, где ребята усиленно готовились к матчу. Ну я принес им два ящика виски. А сколько я кальянов сделал, я вообще не помню. Ну и что это? Сборная России. Слышите? Не правда ли странно? Почему мы, обычные люди, можем позволить себе расслабиться? А те, кто представляют нашу страну на высочайшем международном уровне, не могут разок-другой затянуться сладким дымом балканской шиши. Странно, но вот еще один горе-патриот. Консьерж отеля, в котором жили футболисты. К ним приходили девки. Ну вы знаете, какие девки, да? Да! Может приходили к ним и девки, но уходили от них уже фанатки сборной России. Ну ладно, хватит слушать этих недоумков. Поговорим с футболистами. У нас в гостях герой этого матча. Человек, который в тот доброполучный вечер выкурил 19 кальянов. Автор семи забитых мячей. Василий Березуцкий. Василий, мы выкурали со счетом 4-3. Что случилось с вами во втором тайме? Понимаете, я просто забыл, что в перерыве команды меняются воротами. Вот! Вот! А мы удивлялись, почему эта наша защита просто встала в последние 15 минут матча. Да не случись этого! Василий мог сравнять счет. Или того и гляди вообще вывести вперед славянцев. Ну да не будем о грустном. Вы знаете, напоследок хочу сказать. Проще всего сейчас сидеть дома, в мягком кресле, попивать пивко и обсуждать футболистов. Поэтому у меня все. Я домой. Но в продолжение нашего выступления хотелось бы сказать... Антон Владимирович! Хе-хей! Господи боже мой, Якуша! Что за маскарад? Опять картинки? Картины, мой друг! Мой друг! Картины у Ильи Глазунова! А у вас так, картинки! Картинки в прошлом! Сегодня я хочу показать вам венец своего творчества. Картину, над которой я работал последние три года. Монументальное полотно КВН Великой, КВН Святой. Опускайте холст! Так... А, каково? Хе-хе-хей! Ну что ж, действительно поражают масштабы вашего бреда. Давайте, давайте не будем хаять, не разобравшись, хорошо? Давайте, разберемся. Скажите, вот во главе полотна, что это за коммунистическая метафора, а? Ну, я тебе хотел сказать, что эти трое способны дать миру новую, революционную идею. Не хотелось бы вас обижать, Якушев, но, по-моему, и двое из них неплохо справлялись. Согласен. Но не нарисовать Константина Львовича как? Ведь он показывает... Так вы прекрасно знаете, о ком я говорю! И кто на этой картине лишний? Вы про Александра Васильевича, Якушев. Так что хватит! Скажите, почему у вас Гусман в виде солнца? Ну, во-первых, КВНовский гуру идеально вписывается только в эту геометрическую форму. Но это не важно. Главное, символ. Ведь издревле у славян солнце означало мудрость, свет, постоянство, цикличность. Но, конечно, определяющее здесь слово издревле. Тогда почему Ермольник Луна? Ведь вообще все логично. Просто когда Юлий Соломонович ложится спать у Ермольника, все только начинается. Хорошо, подметили. А вот в центре полотна что это за картины? Здесь я изобразил эпохальные события, так сказать, вехи истории КВН. Ну, давайте по порядку. Вот что это за Дед Мороз, а? Это я посвятил как раз сегодняшнему финалу. Дед Мороз пишет письмо Александру Васильевичу. В этом письме Михаил Нефремов объясняет, почему его сегодня не будет в жюри. Вот так вот, да? А вот здесь какой-то факир распиливает Гусмана, который ставит два. Это называется Гусман против того, чтобы КВН превращали в цирк. Допустим, он это говорил. Говорил, я подметил. Ну вот здесь же полная бредятина. Какие-то животные с какими-то медалями. Что это? Я попытался заглянуть в будущее. И что ж вы там увидели? А если верить предсказаниям Майя, чемпионами КВН-2012 станут либо мыши, либо тараканы. Кстати, вот рядом, вот видите, чудом уцелевший Гусман против того, чтобы КВН превращали в зоопарк. Вот так вот, да? Хорошо. А вот внизу, вот это мелкое, что это за пиктограммы? Ну это как бы то, на что опирается КВН. То, что этому пищу, люди, события, факты. Да здесь черт ногу сломит. Все здесь понятно. Давайте смотреть вместе. Давайте. Вот, например, Константин Львович Эрнст не глядя тычет пальцем в толпу и случайно выбирает ведущего для программы Фазенда. Да. Да. Вот Александр Песков обманом получает пенсию за Аллегрову. Вот Маша Малиновская меняет летние губы на зимние. Вот эпохальная. Никита Жигурда впервые пробует РАДИЙ. И по мелочи. Панкратов черный нанизывает фамилию на Дефис. Боярский поддомкрачивает шляпу. Ну и, наконец, Амаяк Акапян пытается продать свой старенький Форд Покус. Якушев, скажите, зачем вы все это нам сегодня показали, а? Дело в том, что на память о себе я хочу подарить эту картину клубу. Прекрасно. Я даже знаю, куда мы ее повесим. На потолок Театра Российской Армии. А единственное, как это во время КВН люди будут смотреть в потолок. А вот в этом и дело. Я надеюсь, что мы не доживем до того времени, когда люди на КВН будут смотреть в потолок. А мы сейчас доживут. Доживут, да. Ну, знаете, ребята, а я сегодня на 100% уверен, что мы станем чемпионами. С чего ты взял, Сань? Значит, очевидно. Ведь мы для Александра Васильевича как дети. Подожди, а другие команды? Как внуки? Так если мы как дети, почему мы до сих пор не чемпионы? В том-то и дело, Антоха. Внуков просто любят, а детей воспитывают. Адмиур... 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 Продолжение следует...